Благослови Душа моя Господа Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня с нами отец Владислав Цыпин, профессор, доктор церковной истории, доктор церковного права, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин. Владислав уже много лет преподает в Московской Духовной Академии, в нашей Сретенской Духовной Семинарии. И сегодня он прочтет нам лекцию на тему патриаршества Московская и Западно-Русской Метрополии. Патриарх Иов, политические события в России в начале XVII века, патриарх Московский Филарет, патриарх Никон и исправление богослужебных книг, протопоп Аввакум, решение Большого Московского Собора. Отец Владислав, с большим вниманием вас слушаем. Итак, целый период и значительный период из истории Русской Церкви – наша тема. Начинается он в 1589 году, когда в Москву приехал патриарх Константинопольский Иеремия, и с московской стороны перед ним поставлен был вопрос о поставлении на Руси патриарха. Таким образом, об изменении статуса Русской Церкви. А статус этот был до известной степени неопределенным. Наша церковная автокефалия восходит к Московскому собору 1448 года, когда после заключения Флорентийской унии и отпадения униатства большинства епископов патриархата Константинопольского во главе с патриархом и вместе с императором Русская Церковь вышла из юрисдикции отступившей от православия патриархии и затем, несколько лет спустя, прошло, собственно, 9 лет, когда решено было без участия Константинополя на собственном соборе поставить митрополита Московского. Это был Свято Иона. Но Константинополь, который вернулся к исповеданию православия, там было смутно с вероисповеданием, пока турки, османские турки, не захватили город. Но с тех пор, как Константинополь пал, уже никаких попыток в унию вернуться не предпринималось. Потому что на унию шли не по богословским соображениям, а исключительно ради того, чтобы ценой унии получить вооруженную помощь с Запада и отстоять свою независимость. Раз она была утрачена, то уния стала ни к чему. Вот. Поэтому уже общение с православной Константинопольской патриархией возобновилось. А вот признания со стороны Константинополя нашей автокефалии не было. Вот в таком положении все продолжалось фактически полторы, почти полторы сотни лет. Естественно, что в Москве зрела мысль о патриаршестве, о том, чтобы поставление патриарха увенчало вот это здание Москвы Третьего Рима. Известно, что провозглашена была эта идея о наследстве Москвы как столице самодержавного, что значило тогда независимого суверенного государства, фактически единственного в мире православного государства, новому Риму, то есть Константинополю, который в свою очередь воспринимался как наследник ветхого, древнего Рима. Вы знаете, очевидно, об этой идее. И она получила во времена наших великих князей московских, ну, по меньшей мере, во времена Василия Третьего при Иване Третьем дело к этому шло, но еще не была эта мысль сформулированной провозглашена, а вот при Василии Третьем, в особенности при Иване Грозном, фактически характер такой нашей официальной государственной и церковной идеологии, ну, прежде всего, государственной, потому что догматического значения эта идея не имеет. Вот. И, конечно, было бы естественно, чтобы там, где есть единственный в мире православный царь, а весь православный мир за него молился, во всех церквах возносились молитвы, османские власти этому не возбраняли, вот, то, чтобы рядом был патриарх. Впервые об этом заговорили в Москве, когда так случилось, что в Москву приехал патриарх антиохийский Иоаким, так что предварительно православный Восток, епископат православный уже узнал об этом пожелании. Но вот когда приехал в Москву Иеремия, а приезжали они за милостыней, им трудно было выживать под Игом Агарянским, и поэтому постоянно им приходилось тратить средства на подарки султану, визерам, разным другим важным персонам, приближенным к султанам, для того, чтобы сохранять возможность легального существования, чтобы сохранить мазастерии, которые были под постоянной угрозой закрытия, сохранить храмы, потому что Софийский собор сразу стал мечетью, затем храм 12 апостолов был отнят у православной церкви в Константинополе, Влахернский собор, куда переместилась патриархия, тоже был отнят, но в конце концов вот Фонарский квартал, Фонар стал местом, где патриархия устроилась уже надолго, и до наших дней она там пребывает. Тогда это была дальняя окраина города. Вот, так что за милостой они приезжали, ее выдавали очень щедро в Москве. Но вот на этот раз, когда в 585 году Иеремия в сопровождении свиты приехал в Москву, с ним стали вести разговор об учреждении у нас патриаршества. Главным инициатором этой идеи или этого плана уже был тогдашний правитель российского государства, правда, неофициальный. Официально он был вельможей, сановником высокого ранга, но реально он государственные дела в основном решал. Речь идет о Борисе Годунове. А царем был тогда Федор Иоаннович. Церковь русскую возглавил незадолго до этого приезда митрополит Иов, который был не то, чтобы прямым ставленником, но все-таки человеком, пользовавшимся поддержкой Бориса. Незадолго до этого был низложен Дионисий, который оказался вовлеченным в придворную интригу, целью этой интриги, было удалить от царя Федора Иоанновича его супругу, развести их. А эта супруга Ирина была сестрой Бориса Годунова. И, конечно, она была тем мостиком, через который Борис имел более чем большое влияние на ход государственных дел. Вот он был главный двигатель в этом деле, в этих переговорах, хотя в них участвовал и митрополит Иов, и царь Федор Иоаннович. Конечно, они тоже встречались с патриархом, беседовали с ним. Но нелегко было убедить патриарха Иеремию в том, чтобы тот дал согласие на учреждение у нас патриаршества. Он в конце концов, или не в конце концов, но на определенном этапе этих переговоров дал согласие на то, чтобы русская церковь получила полную законную автокефалию, которую она фактически имела, но которая, как я сказал, не признавалась в Константинополе. Хотя это не мешало каноническому евхаристическому общению. Такое было несколько двусмысленное положение дел. И вот на автокефалию он дал согласие, но он предлагал, чтобы титул патриарши остался исключительной привилегией древних восточных патриархов. И поэтому титул архиепископа предлагал первосвятителю Московской Русской Церкви. Но у нас на Руси титул архиепископа уже был иным, чем на Востоке. Там он выше митрополичьего титула, а у нас он был ниже митрополичьего титула. И поэтому было очевидно, что это не совсем понятно будет у нас на Руси, что вот над митрополитами стоит архиеписк. Когда у нас были другие архиепископы, имевшие по гиптиху места ниже, чем митрополиты. Но это ему удалось внушить. И все-таки сдвинуть его было нелегко по-прежнему. Участник этих переговоров, находившийся в свите патриарха, один епископ, который оставил записи, утверждал, может быть, сильно преувеличивая, что будто бы грозили им, если пожелание московское не будет исполнено, утопить их в Москва-реке. Может быть, в порядке шутки что-то подобное могло быть проговорено, но, конечно же, не всерьез. Но вот, наконец, нашли некоторый к нему патриарху Иеремии подход такого рода было предложено ему самому остаться на Руси не под властью иноверного султана, а в православном государстве, в православном царстве и носить титул патриарха и константинопольского, и московского, и всея Руси. И вот эта идея ему представилась приемлемой. он дал согласие. Но это был только маневр в ходе переговоров, потому что после этого вдруг выдвинут, когда он уже согласился, было такое соображение проговорено. Патриархи, ну, тогда еще у нас не патриархи, а митрополиты, возглавляющие нашу церковь, являются ближайшими постоянными советниками царя в государственных делах. Между тем, царь наш Федор Иоаннович не говорит по-гречески, а патриарх не умеет говорить по-русски. Между тем, иногда обсуждаются дела секретные, при которых не должны присутствовать посторонние лица и какие бы то ни было переводчики. И как же быть? Трудно будет. Поэтому было ему предложено вот как поступить. пускай он носит титул патриарха константинопольского и московского, а живет не в Москве, а живет во Владимире на Клязьме, собор, который в Успенске некоторым образом имеет более высокую честь, чем московский, поскольку он раньше построен был, и когда-то во Владимире на Клязьме была резиденция наших митрополитов после Киева. Но это ему не понравилось, потому что для него, если Москва столица, может быть, была и, несмотря на свой холодный климат, как-то все-таки местом приемлемым, то расположенный за 200 верст от Москвы город представлялся уже явным захолустьем, где ему не нравилось пребывать. И в конце концов он дал согласие на учреждение у нас Патриаршего престола. На этот счет была издана уложенная грамота. Конечно, это продукт работы Московской канцелярии. Там, вероятно, он не очень участвовал, сам Патриарх Иеремия, в составлении этого документа. Очень важно, что там присутствует в качестве обоснования учреждения у нас Патриаршества указание на то, что Русь не Москва, а Русь является третьим русское государство, является третьим Римом. Хотя в наше время, разумеется, в Константинополе весьма и весьма не склонны трактовать Москву как третий Рим, но, тем не менее, вот в уложенной грамоте, под которой первая подпись принадлежит Патриарху Иеремии, это обозначено. Вот и титул Патриаршей Московской, всей России и северных стран еще добавляется к этому. Так что, исходя из титулатуры, указанной в уложенной грамоте, северные страны изначально, с начала нашего патриаршества пребывают в нашей московской юрисдикции. Ну вот, но затем стал вопрос о месте патриарха московского в Диптихе. Патриарх отъехал, он вернулся к себе. Вопрос о Диптихе не был решен в Москве. Он решался на совещании патриархов восточных там, на Востоке. И Москве было указано пятое место после четырех восточных патриархов. Этим не были довольны, но не протестовали. В Москве надеялись на третье место, потому что, ну понятно, Константинополь будет впереди, это очевидно. И даже впереди готовы были видеть Александрийского патриарха, у которого были громкие титулы тринадцатого апостола и вселенского судьи. Вот. Хотя в его ведении было очень мало христиан. Христиане Египта это почти все копты, монофизиты. Православные христиане, там исключительно греки. И в те времена их было мало, сейчас их наверное еще меньше. Хотя это миссионерская церковь, и по всей Черной Африке существуют приходы и епархии этого Александрийского патриархата. Ну вот согласились в Москве на третьем месте видеть нашу церковь в Диптихе, на пятом месте в Диптихе церкви. Это место сохраняется за нашей церковью и по сей день. Таким образом, реально получив автокефалию в 1448 году, мы имеем признанную восточными церквами под Константинопольским патриархом автокефалию с 1589 года, и с тех пор русская церковь носит титул патриарши. Хотя, как вы очевидно хорошо знаете, в этом патриаршести у нас был длительный на 200 лет перерыв со времен Петра Великого и до 1917 года. Патриарх Иов был родом истарицы, истарицких посадских людей. Но это примерно то же, что мещание в России императорской. Такой городское сословие. А вот монах с юности ранней, в самом родном городе Старицы он был пострижен, и там же стал игуменом монастыря, который сейчас существует, возрожденный монастырь. Ну, а затем занимал архиерейские кафедры, и после низложения Дионисия стал митрополитом, а вот с 589 года носил титул уже патриаршей. Он отличался благочестием незаурядным и такими священническими дарами. Имел прекрасный голос, на память знал длительные богослужебные последования. Вот если вы так бываете в храме регулярно и бываете на Троицу, то знаете, какие пространные молитвы читаются Святому Духу в этот день. Вот он все это на память, по памяти знал. Ну, имел разные большие таланты. Он не был, хотя место его было такое, где надо было быть и политиком в известном смысле слова. Он занимал патриарший сан, это была и церковная иерархическая должность, но, как уже было проговорено мною, это ведь еще и ближайший советник царя в делах государственных. Вот. Но в этом отношении он как-то не проявлял особенную такую заинтересованность. Он был верен Борису, который ему покровительствовал, поэтому он способствовал тому, чтобы после смерти царя Федора Иоанновича Борис взошел на российский престол. Он принял версию официальную убийство, вернее, ну, скажем так, смерти царевича Димитрия. Молва обвиняла Бориса в организации этого убийства. Официальная версия, которую князь Василий Шуйский огласил, она заключалась в том, что это был несчастный случай, что царевич Димитрий пал жертвой несчастного случая. Вот. Но потом, когда прошло время, ситуация изменилась, патриарх Иов согласился с иной версией об убийстве царевича Димитрия. Ну, вот, вот, он был канонизован. Но все-таки до конца пока был Борис царем, и после того, как он умер, царем стал, недолго прожив его сын Федор, патриарх Иов верно отстаивал их Бориса и его сына права на московский престол. Между тем, в России началась смута. Появился самозванец, освоивший себе имя царевича Димитрия. Ну, вы в общих чертах эту историю очевидно представляете, у меня нет совершенно времени к ней возвращаться. Время совсем поджимает. А что происходило во входе этой смуты? Изменил царю Федору Борисовичу воевода Басманов, на которого он полагался, командованию которого армию российскую вручил еще Борис. И Лжедимитрий оказался в Москве. Царь, юный царь, почти подросток еще, был убит вместе с его матерью, вдовой Бориса, дочерью Малюты Скуратова, знаменитого нашей истории. Вот. И воцарился Лжедимитрий. А понятно, что патриарх Иов был низложен тогда в этой ситуации, потому что он до конца оставался его противником, рассылал повсюду грамоты, в которых обличал его как самозванца, хорошо зная его происхождение, что это беглый монах чудового монастыря Гришка Отрепьев. Вот. А патриархом поставлен он был гепископ русской церкви, но по происхождению грек Игнатий, который готов был во всем поддержать Лжедимитрию, ну и его официальную версию происхождения от царя Иоанна. Существует версия, может быть, не до конца доказанное, что он был тайным униатом, этот самый Игнатий. Как известно, незадолго до этого была подписана Брестская уния в 1596 году, но среди греков еще оставались некие следы, остатки той Флорентийской унии, в которой все-таки какие-то греки застряли. Есть версия, что он в том числе. Но даже если это не так, хорошо известно, что после своего низложения он принял унию, умер он униатом, этот самый Игнатий. Поэтому у нас, когда мы исторически называем наших патриархов, то и Игнатия приходится называть, который с 5 по 6 год занимал патриарший престол. Но когда мы не исторически, а в каком-то смысле литургически называем наших патриархов, то тогда, конечно, Игнатия пропускаем его имя. Ну вот, очень недолго правил лжедимитрий, хотя, что весьма, конечно, любопытная деталь истории, историческая или психологическая в каком-то смысле, мнимая его мать, а в действительности мать настоящего царевича Димитрия, из рода князей Нагих, если я не ошибаюсь, Мария, она таки публично признала вот этого самозванца своим сыном. Ну, и ей оказывались в этом случае подобающие царской матери почести. когда был он низложен, она вполне охотно приняла версию, которая была достоверной, что это самозванец и вовсе не ее сын. Вот, так он был низложен, организовал это все Василий Шуйский, который косвенным образом способствовал разрастанию пожара, в ходе которого к власти Москве пришел уже Дмитрий. Я историю его не буду напоминать, она связана с Польшей, с Ватиканом, с казаками нашими. Василий Шуйский стал новым царем, а патриархом был избран Гермоген. Патриарх Иов канонизован был не в те давние годы, а в наше время, когда праздновалось 400-летие учреждения у нас патриаршества. Тогда же, когда прославлен был и патриарх Тихон, возобновивший наше патриаршество, это шел тогда 1989 год, совсем недавно, но многие из Вас, наверное, не помнят это время. Патриарх Гермоген был из казанских архиепископов, вернее, уже митрополитов. Те наши архиепископские кафедры, которые имелись к учреждению нас патриаршества, при появлении у нас патриарха были повышены статусной стали митрополитчими кафедрами. Так что казанский митрополит, он был уже человеком преклонных лет, он в Казани принимал участие в обретении казанской иконы Божьей Матери, столь чтимый в истории нашей страны, значимый. А его происхождение есть разные версии, они как будто очень далеко отстоят одна от другой. И если бы речь шла о временах императорской России, то возможность совмещать эти версии или неопределенность относительно той, которая из них верна, была бы исключена. Но в те времена дело обстояло иначе. Поэтому одна версия, он происходил из знати, из князей Голицыных, а другая, он был из простых казаков. Казалось бы, где Голицыны и где простые казаки. Но в те времена в Допетровской России не было вот этого культурного пропасти между одним и другим слоем, между вестернизированным высшим нашим обществом и народной массой. Это были люди разного социального уровня, разного сословного статуса, часто и разного уровня образования, при отсутствии у одних его восемь, при грамотности или больше грамотности, или некоторой культурности других. Но это была все-таки в культурном отношении одна цивилизация, один мир. Поэтому эти версии присутствуют, и так до сих пор ясности нет, какая из них все-таки верна. В конце концов, можно предположить, что они и совместимы, потому что среди казаков были выходцы из верхних слоев, которые по каким-то разным обстоятельствам бежали на дон, например. Ну, известно, что злополучно, зловеще известный Мазепа был казак. Но он был казак из польских даже, наверное, не шляхтичей, а магнатов. Ну, православных польских в этом смысле. Он не был поляк природным, был, конечно, из русской знати, в речи посполитой. Ну, вот, как бы там ни было, священный мученик Гермоген, который прославлен был тоже, в общем-то, в каком-то смысле в наше время. Но это уже все-таки время наше, но с дистанции. Год празднования трехсотлетия династии Романовых. 913 год. Вот время прославления в программе этих празднований патриарха священного мученика Гермогена. Так вот, так как патриарх Иов поддерживал Бориса, так и священный мученик Гермоген поддерживал царя Василия Шуйского. Несмотря на то, что было немало у него всяких изъянов и справедливые критики можно было подвергнуть и подвергали его правление. Но все-таки он был законный царь. Других законных не было. Да, надо сказать, что после его поставления патриархом вспомнили и об Иове. И его вначале пригласили вернуться на патриарше престола, потому что его отправили в ссылку, туда же в Старицу, откуда он вышел некогда, став епископом. Но он отказался это сделать, он уже был стар, болен и, кажется, почти слеп или совершенно слеп. Но его, тем не менее, призвали в Москву для того, чтобы он разрешил народ русский свою некогда паству от греха клятва преступления, заключавшаяся в том, что народ этот признал самозванца царя и присягал этому лжецарю Дмитрию, лжедимитрию. Ну и вернулся в Старица, где и вскоре скончался. А вот на время священного мученика, патриарша священного мученика Гермогена приходится появление нового лжедимитрия, уже второго. за этим последовала новая серия бунтов, болотников, которые поддержал лжедимитрия и взбунтовал юг русский там вместе с казаками. Затем поляки более интенсивно включаются в игру. Появляется да, в конце концов Василий Шуйский теряет престол. Его не излагают. Но при этом не поставив другого царя. Одни делали ставку даже на лжедимитрия, другие готовы были призвать царя иноземного. И вот возникает идея позвать на московский царский престол сына польского короля Сигизмунда Владислава. Надо сказать, эта династия ведь не польская, она шведская династия. Так что тогда это обычное дело, когда монархи мигрировали на польском престоле. Ведь побывал король впоследствии Франции Генрих, венгр, Стефан Батори занимал престол. Это обычное было дело. Так что ничего фантастического в этом не было. Другое дело, и вот в этом также проявилась твердость православия и готовность до конца защищать церковь со стороны патриарха Гермогена. Он согласен был на это, но при непременном условии, чтобы Владислав был крещён. в ту пору уже эта практика стала вырабатываться и всех инославных христиан, крещённых в католичестве или в протестантизме, перекрещивать у нас. И чтобы в его свите не осталось ни одного католика. И чтобы ни в Кремле ни в Москве нигде никто никогда не служил по-католически. Как он выражался, он не может терпеть, слышать латинское пение в Москве. Ну, такие условия были неприемлемы для польской стороны, не для отца Владислава Сигизмунта, не для самого Владислава, хотя одно время его титуловали московским царём, но в конце концов король Сигизмунта решил прямо править на Руси и польские войска, подавив в разных местах сопротивление, особенно долгое, упорное, оно было в Троице-Сергиевой лавре, ну и в разных других местах, просто ввести свои войска в Москву, в Кремль, и Кремль был оккупирован. И священный мучник Гермогена оказался по существу дело пленником польских оккупателей, польско-литовских оккупантов. Тем не менее, он имел возможность даже из заточения обращаться с посланиями к церквам, и вот это движение Минина и Пожарского было реакцией на те послания, которые он рассылал по Руси, призывая народ встать на защиту православия. Как известно, кончилось это освобождение Москвы, войска шли с той самой казанской иконы, которую некогда он обретал в Казани, в Москву. Ну, а к тому времени священный мученик патриарх Гермоген скончался. Между тем, в ходе переговоров с польскими властями еще до того, как они заняли Москву, на видное место восходит архиепископ Ростов, митрополит Ростовский Филарет из рода Бояр-Романовых. Когда-то Иван Грозный, умирая, назначил пять сановников, чтобы они поддерживали его сына Федора Иоанновича, в котором он видел человека, ну, не вполне способного управлять самостоятельно. Конечно, толки о его слабоумии – это ложные толки. Ничего подобного не было. Но, тем не менее, он не был склонен к делам правительственным, государственным. Это верно. Ну, в конце концов, выжил из них только Борис. Шуйского князя Ивана казнили, вот как участника той интриги, которую я упоминал, главного участника, когда хотели развести царя Федора с Ириной. князь Милославский оказался в ссылке. Мстиславский, я говорил, с ним Милославский. Милославский – боярская фамилия. Мстиславский в ссылке. Князь Бельский тоже. Вот Борис остался. И Никита Романов. Шурин Ивана Грозного, брат его супруги Анастасии Романовой, тоже оказался в ссылке. А вот сыном его и был будущий патриарх Филарет. Тогда он носил имя Федора. И он оказался также изгнанным из Москвы, принял монашеский постриг. Ну, так же, как постриг монашеский приняла его супруга, потом ее называли Великой Старицей Марфой. И прошло время, он стал епископом, ростовским митрополитом. И он отправился в Польшу для ведения переговоров. А там он оказался, по сути, дело пленником. И пребывал в плену до 619 года. Тем временем, в 13-м году его сын Михаил был призван на царство. Началась эпоха Романовых, династии Романовых. Вот в связи с тем, что в Москве созрела мысль, что будет очень замечательно, чтобы патриархом московским был отец царя, патриархов не избирали, дожидаясь, когда вернется из плена Филарет. Временное управление осуществляли местоблюстители, Ефрем Казанский, Иона Крутицкий, но, наконец, с великими почестями был встречен в Москве возвратившийся из плена Филарет и сразу возведен на патриарший престол. Будучи отцом государя и человеком многоопытным в молодости, да, пожалуй, почти в зрелые еще годы, бывший сановником, участником решения, совещания государственных, он взял на себя участие в решении дел правительственных и ведущей участии. Пока он был жив, сын его, Михаил, сообразовывался с мнениями отца, прислушивался к ним и принимал решения, какие ему подсказывал отец по преимуществу. Поэтому он носил титул, это было впервые в истории нашей церкви, великого государя, как и царь. И государственные акты многие-многие подписывались именами и царя Михаила, и его отца, патриарха Филарета. Таким образом, на патриаршем престоле тогда находился патриарх, но при этом еще и государственный деятель, который примерно ту же роль, но, может быть, несколько более деликатно играл в дела государственных, как при Федоре Иоанновиче Борис Годунов. Скончался он в 632 году, но он не хотел, чтобы этот порядок правления государственного, когда патриарх во всем соучаствует при решении важнейших государственных дел, принимает послов, руководит заседаниями Боярской Думы, подбирает кандидатов на важные военные государственные должности, на должности воевод в управлении разными уездами русскими. Он не хотел этого, чтобы сохранился этот порядок. К тому же он видел, что его сын достаточно умудрился опытом государственного правления и может преддействовать самостоятельно. Поэтому в свои преемники он наметил иерарха, епископа, который имел достаточно смирения, чтобы знать свое уже иное место. И это был Иосиф, поскольку впоследствии был еще один Иосиф. Оба эти Иосифа не оставили такого очень заметного следа в истории, но вот их было два, Иосиф первый, и затем Иосиф позже, Иосиф второй. Но патриаршество Иосифа продолжалось не так мало, лет десять. А его преемником стал патриарх Иосиф. Иосиф в истории нашей церкви имя очень значимое. Может быть и не потому, что он обладал воздающимися способностями, подобно патриарху Филарету или тому, кто за ним, кто его преемником стал Никон. Но таковым оказалось его место заметное и знаменательное в связи с возникновением у нас после него раскола старобрядческого. Таким образом, он для наших старобрядцев последний законный правильный патриарх. А после него началось, как они видят историю нашей церкви, отступление, апостасия. Вот. При патриархе Иосифе впрочем, предпринято было важное дело. Ну, оно некоторым образом и раньше делалось. Книга печатания, начавшаяся в Западной Европе в середине 15 века, Гутенбергом это связано, в Германии, в Германии родина книга печатания. Если, конечно, оставить в стороне книга печатания, которая в Китае имелась за тысячу лет до Гутенберга или почти за тысячу лет. Но это особняком стоит. Китайский мир был все-таки мало знаком. Надо было повторять эти открытия, которые они в свое время делали, и компас, и технологию изготовления бумаги, и много всего другого. Вот. Но на Русь книга печатания пришла через сто лет. Наш первый книгопечатник Федор Дьякон Иван Федоров или Иоанн Федоров, памятник которого вы, наверное, видели здесь в Москве стоит. Но все-таки он при Иване Грозном напечатал «Апостол». Книги печатались спорадически, тем более такая бурная, страшная была полоса. Первое наше смутное время мы можем в истории нашей страны разные смутные эпохи смут наблюдать, но по меньшей мере таковых было еще две или если угодно кому-то считать по-другому одна смута может быть кто-то видит в 90-х годах смуту, кто-то нет, но вот была революция и все, что вокруг нее в известной степени повторявшая ту смуту, которую мы коснулись сегодня. Вот, поэтому не до книгопечатания, но все-таки иногда какие-то книги печатались, а вот при Патриархе Иосифе началось такое интенсивное, почти регулярное печатание книг. Конечно, в первую очередь печатались и почти исключительно печатались книги церковные, это понятно, богослужебные книги и иные книги церковные печатались. Но при печатании этих книг употреблялись рукописные книги, те, что оказывались под рукой. Никакого критического анализа, критического исследования, сверки разных вариантов, разных текстов не производилось. И я перехожу ко временам патриарха Никона, который знаменит по разным причинам, но все-таки, наверное, одно из важнейших событий его патриаршества – это появление раскола. А раскол вырос на почве печатания книг, книжной справы. Так вот, при патриархе Никоне подход к книжной справе был иным. Он был избирательным. Ну, я должен буду сказать о нем все-таки, имея в виду самое начало, его патриаршестый, кое-что о его прошлом. Патриарх Никон родился в крестьянской семье, где-то в нижегородских местах. Но я говорю где-то, потому что я сейчас затрудняюсь указать точные координаты. Похоже, похоже, весьма вероятно, что, как и его оппонент, который тоже из нижегородской земли, он умел мордовское происхождение. Понятно, что тогда не было в документах указания на этническую национальную принадлежность. Поэтому жили мордвины и русские так вот часто в одних соседних селениях. Поэтому полной ясности тут нет. Но версия такая существует. Либо об одном, либо о другом, либо об обоих них вместе. Вот. Он обладал замечательными талантами, научился и хорошо научился к грамоте. В конце концов был рукоположен в священники. Затем он потерял детей. Вот. И принял монашеский постриг. Подвязался на Соловках, в Анзорском скиту, стал игуменом монастыря. Ну и некоторое время спустя его переместили в Москву. И был он настоятелем Новоспасского монастыря. Вот там он обратил на себя внимание церковной Москвы и простых людей, и лиц сановных, и в том числе с ним познакомился сам царь. К тому времени это был уже не Михаил, достаточно рано, в 40 с малым лет скончавшийся, но Алексей Михайлович, его сын при патриархе Иосифе, зашедший на престол. И он его очень полюбил и очень оценил. Подобно патриарху Иова, нашему первому патриарху, Никон служил замечательно. Ну и к тому же обладал удивительной памятью, как, впрочем, тоже патриарх Иов, очень сильным характером, острым умом. Он первый у нас стал произносить проповеди, не читая их, а собственного сочинения или попросту импровизируя, чего никогда раньше на Руси не бывало. По крайней мере, со времен Киевской Руси может быть, в ту пору и были проповедники. Наверное, такие проповеди мог говорить святитель Кирилл Туровский, чье гомелитическое наследие сохранилось. Но вот для московской Руси это было большой и неслыханной новизной. И когда открылась вакансия на важнейшей после патриаршего престола Новгородской кафедре царь Алексей Михайлович, способствовало тому, чтобы он был поставлен Новгородскую кафедру. А в 1649 году состоялся Земский собор. Кроме церковных соборов, тогда бывали еще и земские соборы. На этом соборе было принято уложение, что-то вроде свода законов. Ну, почти как бы конституция. Но это, конечно, такое сравнение хромающее. Ну, свод законов основных российского государства. Вот оттуда идет уже утвердившееся у нас в России крепостное право, узаконенное уложением 1649 года. Вот. Но тогда же учреждался наш и это было зафиксировано в уложении монастырский приказ. Это орган государственного управления. Приказы были государственные ведомства, вроде позднейших министерств, который занимался управлением монастырскими земельными владениями. Они таким образом переходили под государственный контроль. И значительная часть их доходов шла на нужды государства. Ну, надо сказать, земельный фонд монастырский был очень обширным. По некоторым данным, до третьей населенной земли находилась в собственности монастырей и архиерейских домов. Это, конечно, очень существенно. Так что тут была разная логика. Но несмотря на дружбу с царем Алексеем Михайловичем, тогда митрополит новгородский Никон, решитель на этом земском соборе протестовал против вот этого положения из уложения об учреждении монастырского приказа, находя в этом учреждении посягательство на канонические права церковные. Конечно, с точки зрения собственно канонической об этом судить можно по-разному. Это не бесспорная логика. Но, по крайней мере, он обнаружил твердость характера, способность возражать самым сильным мира сего, и это несмотря на большую между ними дружбу. Хотя он, конечно, был значительно старше царя Алексея Михайловича, она еще юного человека. Ну вот, и несмотря на эти его энергичные попытки удалить вот это ненавистное ему положение об учреждении монастырского приказа, все-таки когда скончался патриарх Иосиф Алексей Михайлович, царь, захотел видеть его патриарха Никона на патриарше, его митрополита новгородского Никона на патриаршем престоле. И освященным собором он был избран патриархом. И вот уже в самом начале его патриаршества как раз встал вопрос о книжной справе. В чем тут было дело? За этим стоял не просто более тщательный подход к выбору текстов рукописных, которые всегда расходятся, таковой особенности бытования рукописных книг. Между ними всегда масса разночтений. Авторское право это было понятие в ту пору неизвестное. Переписчик отчасти по ошибке что-то вписывал иное, а кое-что и по собственному произволению. И так вот эти разночтения накапливались. Так что была очевидная необходимость сверки текстов. Но для этого нужна была известная степень учености. И вполне осознаваемо было, что наши богослужебные книги представляют собой перевод с греческого. Поэтому были приглашены ученые киевские монахи. А там были ученые монахи. Там уже существовала духовная школа, духовное образование, как оно строилось в Западной Европе, в частности в Польше. А Киев был тогда в составе польского государства в эпоху контрреформации. Среди них был Эпифаний Славенецкий, особенно большой знаток не только латинских книг, языка значит латинского, но и греческого языка, греческих текстов, что тогда было особенно важно. И другие были ученые киевские монахи. Но за всем этим стояли не просто некоторые детали, а стояли разночтения фундаментального характера. Уже давно приезжая в Москву, приезжая на Русь, греки неизменно отмечали, что у вас многое повреждено, искажено, не так, как нужно делается. Ну, вы, все-таки, я полагаю, у вас какое-то есть церковное, богословское образование, а может быть, даже из общего образования, это известно. В чем тут были разночтения? Причем они были особенно важны и болезненны, потому что западная Русь, киевская митрополия, оставшаяся в юрисдикции Константинополя, на славянском языке придерживалась греческого, греческой традиции. Расхождения эти были такого рода, мы их можем сейчас, основные из них сказать. Написание имени Спасителя и Иисус с одним и, так, это укоренилось у нас в Московской Руси. Конечно, в этом вообще с точки зрения, ну, наверное, современной, никакой проблемы нет. Известно, что имя Спасителя на разных языках по-разному произносится. Жизу и так далее, там, скажем, испанский, португальский. У нас тут вариантов. Вот. Ну, вот, в Москве этому придавали значение и хотели знать, как правильно. И одни ориентировались на греков, а другие на то, как оно в Москве давно казалось, навсегда сложилось. Значит, вот одно. Затем, молитва Ефрема Сирина, тема нашего вот календарного времени, нынешнего календарного времени. У нас на Руси 16 поклонов делалось при этом. То есть, земных поклонов. Каждый раз Божия очистимя грешного сопровождалась земным поклоном. Вот это было, когда, я уже предваряю дальнейшее скажу, когда внесено было это исправление, это первое, что тогда ревнителей древнего, как они это называли, благочестие шокировало. Об этом очень выразительно писал протопопа Вакум, как у него сердце захолонуло и ноги подкосились, когда он слышал, как неверно, искаженно, поврежденно совершают молитву Ефрема Сирина. Затем хождение посолонь. Во время рождения храма. Вот. Или против солнца. Как стали ходить. В одну сторону или в другую. Ну и, наконец, да, да, как же, сугубо аллилуйя. В кругах впоследствии старообрядческих и в тех, которые тогда выступили на страже наших старых московских обрядов, возникла такая надуманная идея, превратная, что будто бы аллилуйя в переводе с еврейского значит слава тебе Божия. поэтому троение аллилуйя рассматривалось как четверение, что несообразно и кощунственно. поэтому сугубо аллилуйя они. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. То есть два раза по-еврейски, один раз по-русски или славянски и хватит. Но аллилуйя это не слава тебе Божия. Это вообще непереводимо, как кажется. Это почти междометие, которое воздает хвалу, так же, как вот есть другие междометия, там, скажем, ура. Это не перезя перевести. Вот. Поэтому аллилуйя, 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 слава тебе Божия. Как мы это произносим обыкновенно. Вот это еще одно капитальное. Хотя, конечно, с позднейшей точки зрения церковно-исторической все это представляется иногда, наверное, чем-то подобным поглощением, отсеиванием комаров. Но можно по-разному это смотреть. Старобрядцы смотрят иначе. Ну и, наконец, самое-самое потрясшее религиозное чувство русских людей, многих, это изменение перстосложения. Как вы знаете, двоеперстие у нас утвердилось с некоторых пор, и вот оно заменялось на троеперстие. То есть, мы во всем взяли за образец обряд греческий. уязвимость этого подхода с критической точки зрения, научно-критической точки зрения имелась. Она заключалась в том, что не древние греческие рукописи сверялись с нашими славянскими переводными рукописями, а печатные книги. Опечатались они тогда в Италии, Венеции, в среде униатской. Для греков ими пользовались православные греки, не униаты, не греки униаты, каковы тоже были, но печатали их униаты. А это, конечно, накладывало, ну, я так немножко упрощая это говорю, это, конечно, накладывало клеймо, портило репутацию всей этой справы книжной. Если же иметь в виду реальные вещи, то я пояснил, что все-таки относительно сугубо аллилуйи, старобряться в явном заблуждении. А ходить ли по солонию или против солнца, ну, это нам, наверное, сейчас не представляется это столь фундаментально важно. А вот что касается перстосложения, то я так представляю себе, не будучи тут, конечно, специалистом, то вопрос этот трудный и не поддается такому легкому решению. каковым же было перстосложение в более древние времена. Очевидно только, что оно ему не придавали такого радикального значения в византийском прошлом. во всяком случае, в литературе это почти не отражено. Почти не отражено. А если есть на это некие указания, то они достаточно определенны, чтобы на чашу весов положить их в пользу троеперсти или двоеперсти. Ну, вот возник раскол. Время нас совсем торопит. Я даже не знаю, каким образом я могу успеть вам изложить материал. В результате кружок ревнителей благочестия, а надо сказать, в Москве и те, что возглавили раскол вроде Неронова, того же знаменитого протопопа Вакума и патриарх Никон в бытность новоспасским архимандритам, одинаково принадлежали к этому кружку. Они именно были ревнителями очищения и нравов и церковных обычаев. И в частности, тогда это было их единое общее мнение. Они стремились к устранению и в конце концов это было устаренено так называемое многогласие в богослужении. А в чем это многогласие выражалось? Оно заключалось в том, что и стремление строго по типикону служить и все, что там предписывается, хотя в реальности все равно не получалось все, что там предписывается. Спеть и прочитать, при этом время не резиновое и не могли люди, будучи мирянами, привязанными к разным делам, житейским, быть по 20 часов на службе. Что, какой находили выход? Параллельно шло. Тут одно читали, здесь другое читали, здесь пели, так что в сумме все вычитывалось и выпивалось, но разноголосица такая, которая приходишь в храм, видимо, воспринималась как какая-то тарабарщина, потому что одни, другие, третие. Вот это они стремились и жить, это в конце концов было и жито, хотя были идейные сторонники сохранения, убежденные сторонники сохранения вот этого многоголосия. Но вот когда пошло это исправление книг, этот кружок ревнителей благочестия распался и из него вышли и ревнители старых обычаев и сторонники последовательной патриарха Никона, его во всем поддержавшие. Надо сказать, в епископатии нашелся только один епископ, колобинский Павел, который выступил против этой справы. Видимо, с ним поступили не кротко, а жестоко. Кажется, тут есть такие сведения, во всяком случае в старобрядческой среде они очень культивируются, что он был подвергнут избиению, в результате которым вскоре скончался. Не успев отделявшимся от патриархии поставить епископа другого, клириков, да и вообще один епископ не должен ставить другого единолично. Поэтому наши старобрядцы остались без священства. Священство у нас не самосвятское, оно вот так из среды мирянской не выходит. Только могут быть те клирики, которых поставляют епископы, имеющие преемство рукоположений от апостолов. А в отсутствие такого преемства наши старобрядцы разделились на толки. без поповцев и бегло поповцев. Без поповцы сочли, что наступили последние времена, ну а поскольку они затягиваются, все-таки последние и последние, а конца-то все нет, то возникла идея некоего собора, где антихрист, соборный архист, антихрист, вот весь дух век и всего это и есть антихрист. Вот, странноватая идея, явно расходящаяся с догматами нашей веры и с церковным учением апокалиптическим. Вот, а бегло поповцы, те спокойнее смотрели на вещи, и они принимали клириков уходивших из юрисдикции церкви к патриарши, потом сенадальной, вот, видимо, они подставляли своих лиц для рукоположения, так что те имели видимость не каньян, но когда получали рукоположение переходили к своим или это были просто наказанные, проштрафившиеся или по убеждениям к ним переходившие. Вот так они и существовали, пока у них не появилось одной иерархии Белокринецкой, но это уже история, которая начинала за рамками нашей темы, потом в 20 веке еще одна иерархия Новозыпковской. Беглопоповцы, как таковые, сошли на нет, явившись, хотя еще существуют общины беглопоповцев, как я недавно знал, но в целом они превратились в Белокринецкой толк или согласие и Новозыпковской, а беспоповцы остались беспоповцами. К ним, к самым радикальным противникам патриарха Никона и его книжных исправлений принадлежал и знаменитый протопоп Аввакум. Причем даже в среде беспоповцев его странноватые богословские воззрения встречали критику. Но при этом он был человек, конечно, исключительно талантливый, как писатель. Он был человеком крайне твердых, хотя и, несомненно, превратных убеждений. В конце концов, жизнь он закончил на костре. Но его казнили, это был 681 год, не ввиду его вероотступничества, раскола, а по обвинению в государственных преступлениях, за великие хулы на царский двор. Вот. Когда он убедился, что на свою сторону перетянуть невозможно ни царя Алексея Михайловича, несмотря на то, что у него такие надежды появились при низложении на соборе Большом Московском 1667 года патриарха Никона, вот, ни царя, ни при царе Федоре Алексеевиче, сыне, юном сыне Алексея, который был его первым, его прямым преемником, он уже изрыгал всякие не сдержанные высшие степени обличения в адрес высшей государственной власти в России, за что в конце концов он был сожжен в срубе. Старобрядцев он почитается, естественно, как мученик веры, старой истины, как это они себе представляют. Вот, но я вот уже упомянул и низложение патриарха Никона, я вынужден все так крайне сокращать. У царя Алексея Михайловича в конце концов возникли разболвки, превратившиеся в серьезное такое несогласие с патриархом Никоном. Это причины этому не были церковные реформы, если так можно назвать, справа книг, изменение обряда. В этом отношении оба были вполне солидарны. Да, я не сказал об очень важной причине, из-за которой это производилось. Причины были не только такого технического характера, текстологического характера, связанные с печатанием книг. Причина была еще одна и очень фундаментальная. Она связана вот с этой идеей Москвы Третьего Рима. Она этой идеей Москвы Третьего Рима приобретала в сознании русских людей, ну, мыслящих русских людей, не все, конечно, люди об этом задумывались, разные оттенки. Один вариант. Восток православный, находящийся в плену Огарянском, повредился, пал, и ему надо игнорировать. Вот здесь в Москве процветает православие. Все, что здесь, то и есть норма. Так и надо, а по-другому нельзя. Это была, в конце концов, вот та самая идеология, которая вдохновляла наших старобрядцев. И другое восприятие этой идеи было, я бы сказал, в более ответственных кругах, в том числе и у царя, у патриарха, у наших епископов, у государственных сановников, что все-таки православие существует и на Востоке. И дело, и миссия нашего русского царя, нашего русского государства освободить от Огарянского ига наших православных братьев, страждущих под этим игом. Москва, Третий Рим, потому что она возглавляет весь православный мир. И поэтому с греками, порабощенными Огарянами, надо очень и очень считаться, отдавать должное их первородству в своем роде. Вот. И поэтому не нужно, чтобы между нами и ими были искусственно по разным обстоятельствам созданы трещины, которые, в частности, вот заключались в расхождении в обрядах. Надо сказать, что когда у нас было проведено вот это исправление книг вместе с изменением обрядов, у нас осталось, до сих пор остается одна очень важная особенность в нашем богослужении. Может быть, это для мирян не очень заметно или вовсе не заметно, но при совершении Евхаристии мы всегда в алтаре священники, совершающие литургию, произносят молитву третьего часа трижды, чего нет в греческих последованиях литургии. Вот. В этом отношении у нас и остальные ну, какие-то другие, менее важные особенности остались. Но, тем не менее, вот эта унификация с ориентацией на греческие книги, на греческие обряды, она была осмыслена в контексте идеологии Москвы Третьего Рима. Ну, вот расхождение между царем и патриархом. Они носили характер, скажем так, не фундаментальный, в общем-то, скорее личный. Патриарх Никон был человек властный. И в ту пору, когда бывали войны, а Россия тогда воевала с Польшей, война, ну, в связи с воссоединением Украины, это сразу стало причиной русско-польской войны, закончившись, в конце концов, подписанием Андрусовского мира, по которому граница прошла левый берег России, московский, правый берег остался польский, за исключением Киева, который хоть и на правом берегу, но тоже московский. Это результат этой долгой войны и внутренней смуты на Украине. Так вот, царь бывал в походах. Патриарх Никон во отсутствие царя очень властно управлял русским государством, то есть осуществлял прямое царь управления всеми ведомствами, приказами, возглавлял думу, совершал назначение на воеводство, то есть администрацию региональную. Он брал на себя много. Он брал, потому что он оставался при этих обязанностях, но не любившие его бояре, которых тяготились тем, что над ними стоит и очень при этом совсем не столь деликатно с ними обращается как царь, вот этот самовластный, гордый, как им предславлялось, честолюбивый происхождение невысокого, низкого человека. Поэтому царю внушали мысли, примерно так выражалось, что за ним, патриархом, тебя, царь, уже совсем стало не видно. Ты вроде так какой-то маленький человечек, в тени патриарха. В конце концов, как-то на царя это стало действовать. Вот, ну там шаг за шагом, эпизод за эпизодом, и в конце концов, когда царь проявил, способность не соглашаться с патриархом Никоном, для того это было вновь, он рассердился, обиделся, и вдруг так вот взял и оставил Кремль, Москву, и удалился в построенный им воскресенский монастырь, Новый Иерусалим. Ну, и когда он передумал и решил возвращаться в Москву, в Кремль, его не впустили на прежнее его место, чтобы он совершал как патриарх служение. Ту же был местоблюститель, митрополит Петерин. Вот, ну, еще несколько лет продолжалась эта неопределенная ситуация, он еще носит патриарши титул, но от патриаршества, от управления церковного отстранен, возглавляет управление Митрополитом, Петерин и другие были местоблюстители, например, вот ростовский митрополит Иона, который замечательный Кремль построил ростовский Иона, да, вот, но в конце концов встал вопрос о его, о необходимости его правильного, законного, канонического низложения, а патриарх Никон настаивал на том, что судить его подчиненные ему епископы не могут, он как патриарх может быть подсуден только собору патриархов, ну, как-то учли это его самомнение высокое, вот, и постарались пригласить для суда над ним посточных патриархов, двое приехали в Москву, ну, и собор этот низложил патриарха Никона, но одновременно вполне и совершенно одобрил те изменения в богослужении, которые при патриархе Никоне были введены, заодно этот собор еще и сформулировал принципы симфонии священства и царства, сложившаяся симфония еще в Византии, она на русской почве приобрела свой особый стиль, и поскольку обвинение патриарха в основном было сосредоточено на том, что он взял на себя управление государством, хотя там не было захвата власти, это царь ему отдавал те и другие дела, то вот и нужно было сформулировать, как же должны правильно соотноситься власть патриарха и царя. собор это сформулировал так, что и патриарх и царь несут ответственность и попечение о делах и церковных и государственных, но в делах государственных приоритет принадлежит царю, а в делах церковных патриарху. Так симметрично. Вот. После патриарха Никона нашу церковь возглавляли два других патриарха, как я уже вам сказал, особенно заметного следа не оставившие. Это вначале Иосаф Второй из троицких игуменов, потом Петерим, вот тот, что был при патриархе Никоне Местоблюстителе. Почему-то во время этого Местоблюстительства, когда Петерим совершил чин шествия на осляте, чин Вербного Воскресения, когда царь под усы ведет осла, на котором восседает патриарх. Но на самом деле у нас ослов в Москве не было, поэтому это был конь, которому приделывали большие уши. Это и было то самое осляти, которое... Но царь под усы ведет, а патриарх восседает. И это как-то особенно оскорбило патриарха Никона. Он счел, что то, что произошло, это некое блудодейство, что Петерим осквернил патриаршее служение тем, что, не будучи патриархом, дерзнул воссесть на этого самого осла, то, лишь лошадь с большими ушами, которую царь под усы вел вокруг Кремля. Потом в Кремль Успенский собор. Ну, как известно, при царе Федоре Алексеевиче патриарх Никон, находившийся в ту пору в ссылке далекой, в северных монастырях, в одном, другом, он был реабилитирован. В каком смысле? Ему вернули патриаршее достоинство. Его везли назад в Москву. Не для того, чтобы он занял патриаршее престол, он, конечно, должен был оставаться патриархом на покое, но сам патриарш ему был возвращен. Он, однако, не успел получить эту весть, он скончался по дороге в Москву, когда его обратно везли в Москву. Примерно в то же время, когда был казнен его такой упорный противник и обличитель Аввакум. Кстати, этот Аввакум, когда ему после низложения патриарха показалось, что царь Алексей Михайлович может отменить все эти изменения в его представлении совершенно богоненавистные, он ему писал такое послание, что вот ты же, как-то так очень запонебратски, Михайлович, природный русак, наплюй ты на этих греков, вот, верни-ка ты все на старое, а что касается собак никониан, никонианских священников, так поручи мне дело хорошее, и я, как пророк Илья, ахулку на руку не положу, я всех их готов закласть, порезать этих собак никониан, так что он, конечно, был не такой уж невинной жертвой преследований со стороны государственной власти, он выражал пожелание предать смерти, хотя бы собственноручно, всех этих собак никониан, ну, имелось, конечно, духовенство никонианское, но Алексей Михайлович не прислушался к этому, его хорошему дельному совету, история церковная шла иначе, вот, после Патерима на патриарше престол взошел человек, который, можно сказать, был сильной личностью, может быть, конечно, способностями не равным патриарха Никону, но человек напористый, энергичный, волевой, это был патриарх Иоаким, который по происхождению был из таких обычных мелких служилых дворян, до сорока лет он и был в разных крепостях, острогах по границе русского государства, воевал, а потом так случилось, что он принял монашеский постриг, стал епископом и вот был признан патриаршей престол. А при нем, при патриархе Иоакиме, и ему именно удалось таки, то, чего не удалось Никону. А они лично, они были противниками, Иоаким враждовал еще давно с Никоном, но они были единодушны в стремлении упразднить монастырский приказ, и значит, вмешательство государственной власти во внутрецерковное хозяйственное управление. Но монастырский приказ еще брал на себя и суд, не над клириками, но над, но отчасти над клириками. Конечно, это надо было проводить через епископов, но вот монастырские крестьяне, они все были подсудны этому монастырскому приказу. В чем виделось большей части иерархов недолжное противоканоническое вмешательство власти светской в церковные дела. И он добился упразднения этого монастырского приказа. При патриархе Иоакиме у нас возник богословский спор. И одна из этих сторон, участвовавших в споре, была осуждена и названо было то, чего они держались, хлебопоклонной ересью. О чем идет речь? В ту пору много было ученых монахов из Киева, из белорусских городов в Москве. И вот они принесли с собой, несмотря на то, что там у себя они были ревнителями православия, но какие-то идеи, когда они обучались в польских школах, латинских школах, они усваивали. И в частности, учение о времени присуществления святых тайн, даров, а именно в соответствии с католической сакраментологией учения о таинствах, хлеб и вино претворяются, обычный термин западный, присуществляются в тело и кровь Христовой, когда священник произносит установительные слова «Сия есть тело мое, сия есть кровь моя». Тогда на латинском служили католики «Hic est corpus meos». Вот как священник это сказал, так хлеб становится телом Христовым. И вот эта точка зрения, она была позицией многих богословов, священнослужителей, у нас на Руси. В частности, Семен Полоцкий, знаменитый такой, духовный писатель, его ученик из московских людей, Сильвестр Медведев этой позиции придерживался. Вот. Но были оппоненты, монах Ефимий, например, которые отстаивали греческую, старую греческую позицию, на которой мы, собственно, стоим и которая является православной. За этим следует призывание Святого Духа и совершается Евхаристия, когда молитва с призванием Святого Духа произносится. А почему хлебопоклонной ересью было это названо? Потому что момент совершения таинства сопровождается коленнопреклонным, коленнопреклонением молящихся и священства, и молящихся в храме. И с точки зрения традиционной греческой, после произнесения установительных слов «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», таинство еще не совершено. Следовательно, поклон не телу Христову, а хлебу простому. Вот так была названа эта ересь. Она закончилась поражением, разгромом. Она была осуждена, эта ересь. А на время патриарха Иакима приходится смерть царя Федора Иоанновича, замешательство, стрелецкий бунт и поставление сразу двух царей, братьев Петра и Иоанна. Тогда патриарх Иаким ревнитель московской традиции, которая собственно была и греческой традицией. Противник всякого рода латинства, угрозу он видел со стороны ученых киевских монахов внедрения этого латинства, был на стороне Петра. Его дальнейшие шаги, связанные с увлечением Западом, причем по преимуществу Западом протестантским, патриарху были неведомы. Мать царя, Петр был еще мальчик, подросток, она была приверженцей той самой старины, которую отстаивала патриарх Иаким. И все тогдашнее окружение царя в лице Нарышкина, в то время как в окружении царевны Софьи, там много было людей, если сильно преувеличивать, то можно сказать, прельщенных западной польской культурой. В частности, например, ее фаворит князь Василий Голицын, что было неслыханно тогда, брился на Руси. Вот бритье воспринималось как как разврат своего рода. Вот поэтому круг Милославских, а это значит дети царя Алексея Михайловича от его первой супруги, они рассматривались патриархом и Акимом как несущие с собой опасность распространения польского и латинского влияния. А круг Нарышкиными связанный представлялся благонамеренным и благонадежным. Поэтому и в 1689 году, когда Петр уже выросший, ему было уже 17 лет, отстранил царевну Софью, заточил ее в Новодевичьем монастыре, патриарх Аким был на его стороне. Но в следующем году он скончался. Последний наш в ту эпоху патриарх Адриан, вот он уже обнаружил опасность для благочестия народных нравов, увлечений Петра. Он обличал эти увлечения, в особенности курения, и связывал эти новые обычаи, дикие, на его взгляд, странные, чуждые, с люторской ереси, что, в общем-то, было, может быть, слишком упрощенным, но не лишенным меткости диагнозом. как известно, Петр с ним соглашаться не хотел. Он обличал царя из-за многочисленной казни взбунтовавшихся стрельцов. Закончилось это тем, что патриарх Адриан отстранился от дел церковного управления, и хотя он не был низложен, но фактически последние два-три года он не участвовал в управлении церковном, затворившись в монастыре, как этот монастырь в Люблине называется? А? В Перервинском монастыре, да. Там он и закончил свою жизнь в 1700 году, после чего уже патриарх не ставился, хотя синод был учрежден только в 1721 году, но вот этот период формально межпатриаршества, закончившийся, закончившийся, однако, не поставлением патриарха, а коренной реформы церковного управления, он все-таки историками обычно рассматривается как примыкающий вот этой новой истории России, новой истории русской церкви к синодальной эпохе в истории нашей церкви. Но вот я таким образом начав с некоторыми деталями, подробностями, вынужден был заканчивать из-за нехватки времени совсем уж беглым очерком, а вот что касается дел западно-русской митрополии, вот до них мы даже и не добрили. Братья и сестры, ну вы можете еще задать вопросы в следующей части нашей программы. близится конец учебного года и как планировалось мы будем выдавать сертификаты об окончании курсов, о прослушивании, сертификаты с печатью нашей срединской духовной семинарии. Каким образом у нас будут некоторые критерии? Это, конечно же, посещаемость, вот и сегодня мы, например, отмечаем присутствующих, чтобы потом в конце года посмотреть журнал и посмотреть, кто был, кого не было. Мы будем проводить такие опросы еще несколько раз. Кстати, вот кто сегодня не записался, обратите внимание, в гардеробе вы можете взять листочек и записать там свою фамилию и электронный адрес. конечно же, это тест в конце года, как в прошлом году. И сочинение. Тему сочинения мы объявим в следующий понедельник, в ближайший понедельник. Поэтому обратите внимание. Сейчас у нас пять минут перерыв, а затем ждем от вас вопросы. сочинения.